Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мне 22 года, не знаю с чего началось. В данный период времени, в данный период жизни я не особо обращал внимания на мужчин. Так как была занята другими, более значительными для меня вещами, я карьеристка. Но получилось так, что я совершенно случайно познакомилась с мужчиной из другой страны. Мы начали очень хорошо общаться, без перерывов. Не скажу, что я стала зависимой от этого, но я все-таки провожу больше времени за учебой и работой. Но стало очень приятно ожидать его сообщений утром и засыпать с ним вместе. Мы при настоящем увлюбились друг в друга, он мне очень нравится. Он умный, начитанный, с несколькими вещами и многими достижениями в своей сфере. Я действительно очень ценю в парнях. Но недавно у нас состоялся разговор. И он рассказал мне о своем увлечении, что ему нравится, когда его девочка спит с другими парнями. Мой мир буквально раскололся от этого признания. Ведь ранее у меня были похожие отношения, и парень меня буквально изводил своими мыслями на этот счет. А я считал это бредом. Я не понимаю, как реагировать и что делать. Я разочарована и опустошена. Мне действительно очень понравился этот парень. Я рассказал ему о своем прошлом опыте в отношениях, выслушал его. У него не было такого опыта, он лишь мечтает об этом. И что кто-то действительно его в этом поддерживает. Но ведь если я крайне негативно отношусь к этому, у нас не выйдут хорошие отношения. Как стоит реагировать, что спросить, как достичь компромиссов в этом вопросе или сепатирован, не стоит даже пытаться. Парень стоит на своем, пытается меня уговорить подслушать его. Я говорю, что это ненормально, и я это не поддерживаю. Пусть мыслит о чем-то таком, но действовать я не собираюсь. Пока что это выглядит как пробирательство двух баранов, если честно. Окей, давайте сначала я отвечу на ваши вопросы. Выйдут ли хорошие отношения? Нет, не выйдут. Как стоит реагировать? Вы уже как-то реагируете, то есть вам нужно свою реакцию просто выразить. Что спросить, зачем? Как достичь компромиссов в этом вопросе? Ну, компромисса достичь можно, как и сказал мой коллега Кудрышев Игорь Леонидович, только если вот найдет решение, которое устраивает обоих. Вот. Все подверено, не стоит даже пытаться. Нет, не все подверено. Если мужчина готов, например, посмотреть на свое увлечение как на проблему психологическую, если готов над ней работать, именно как над проблемой психологическую, ну и вы то же самое сделаете. Вот. Это, что касается вопросов. Что касается впечатлений в целом. Вы знаете, у меня сложилось такое вот ощущение, что вы... Да, во-первых, во-первых, есть довольно большой контраст, как мне показалось, между тем, как начинается ваше сообщение, и как оно заканчивается. То есть, есть у меня такое впечатление, что вы как будто бы давите свои эмоции, как будто бы сдерживаете себя, как будто бы пытаетесь... выглядеть какой-то, а потом вас прорывает, и вы, вот, что называется, начинаете высказывать вот то, что вас действительно беспокоит и волнует. Вот. Мне кажется, что вы пытаетесь быть правильными, пытаетесь быть хорошими, и это в общем и целом негативно влияет на то, как складывается ваше взаимодействие с мужчинами. Вот. Дальше. У меня сложилось ощущение, сложилось впечатление, что вы в мужчинах ищите опору, защищенность и подтверждение своей ценности. И история здесь такова, что, да, действительно, может быть, может быть, мужчина вам это все даст. Но, может быть, и нет. мужчина вам может быть этого и не даст. И что тогда? И что тогда? Что в таком случае делать? Например, вам. Если мужчина вам этого не даст. Да? а он при этом будет вам нравиться. Все так же. Вот. Поэтому мне кажется, что разочарование, раскол вашего мира, связан именно с этим. ожидание от человека и попытка компенсации того, что вам в целом не хватает. Здесь можно вот как раз указать на то, что занимаясь карьерой, вы не реализуете все свои потребности. Не получается. Дальше. Что касается мужчин, которые вот, ну, обладают такими увлечениями, вы говорите, что это у вас уже второй мужчина, который такими увлечениями обладает. Я думаю, что вам действительно нравится определенный типаж, и поскольку вы нравитесь тоже, то и мужчинам нравится определенный типаж. Что это за типаж? Ну, начнем с того, что подтверждение собственной ценности, то есть стремление к самоутверждению, я связываю со страхом, со страхом быть брошенным и со страхом своей несостоятельности как мужчина. То есть, иными словами, вы ведете себя так, что нравится мужчинам, которые имеют проблемы со своей состоятельностью. Ну, вообще-то вы прямо об этом говорите, что я ценю в мужчинах достижения. Мать какая штука. Вот. И это является как бы следствием. Совершенно не обязательно, что все мужчины, в которых вы цените достижения, будут обладать такими увлечениями, но, как бы, вот статистика в данном случае ваша, она показывает наглядность, что, вероятно, достаточно высока. Поэтому я бы здесь пересмотрел те основания, на которых вы устраиваете отношения с мужчинами. у меня сложилось впечатление, что вам нравится не только сам человек, только то, что он насчитанный, то, что он, у него есть достижения, и то, что он умный. Вот. То есть, понимаете, это все для меня. Для меня его насчитанность, для меня его достижения, для меня его ум, это все нравится мне. Но, я-то хочу делать, например, что-то для человека, потому что он то-то, 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 или просто я хочу делать что-то для человека, потому что я вижу, какой он сам. Вот на этот вопрос очень важно ответить. Любая типизация мужчин, то есть, вот, что мой мужчина обязательно должен обладать теми или иными характеристиками, это не про любовь, это про попытку компенсировать что-то. Понимаете? Я подозреваю, что если вы карьеристка, если вы стремитесь к успеху, это прекрасно, что вы стремитесь к успеху. Но, опять же, вопрос в том, что для вас этот успех, и что для вас достижение. Для вас достижение, это результат, как бы, линии поведения в основе которой лежит то, что вам нравится, или для вас достижение, это средство, способ, что-то доказать. Кому-то. Понимаете? Потому что пока что, вот, это выглядит, как то, что все происходящее, это следствие вашего отношения к успешности. и да, с большей долей вероятности у успешных людей, у очень успешных людей, с большей долей вероятности, чем у других, мы можем встретить такие вот увлечения. Да, вы можете сказать, что не обязательно успешные люди такими увлечениями как бы, отличаются. Это правда. Это правда. И не успешных людей есть то же самое. Бывает. Но вопрос в другом. Вопрос в определенной поведенческой модели, которая, да, как вы можете из этого сделать вывод, не зависит от успешности. Потому что успешность и достижение это следствие. Вот. Вот как-то так. Я думаю, как-то так. А смущает то, что вы чувствуете разочарование, смущает то, что вы чувствуете себя опустошенно и ваш мир раскололся. Вот это смущает. Потому что я не очень понял вы встречались с человеком или нет. Вы говорите, что вы стали общаться с другой стороны, вы влюбились. Если это все на расстоянии, то я не очень пока готов как-то вот делать ставку на то, что у вас настоящее чувство, любовь и так далее. Пока это очень похоже на идеализацию. Вот. Да и вы, если общаетесь на расстоянии, то тоже есть ощущение, что у вас могут быть трудности с личными границами. Потому что люди, которые выбирают строить отношения на расстоянии, как правило, отличаются именно этим. Да? Вот. Понятно, что есть свои нюансы, понятно, что не всегда есть возможность общаться вживую, но тем не менее. Тем не менее. Вот. Какие-то такие мысли у меня возникли, когда я прочитал ваш чек, ваш рассказ. Вот. То есть есть ощущение у меня, что вы боитесь сближения, и есть ощущение, что вы себя обоцените. Вот. И в то же время есть ощущение, что вот эта модель поведения, которая продиктована тем, что я сказал, она подавляет вас, подавляет ваши отклики. из-за чего вы не доверяете себе, из-за чего вы пытаетесь выстраивать свой образ, который не соответствует тому, какого вы на самом деле. Потому что мужчина почему-то подумал, что вам можно об этом сказать. Понимаете? Вот. То есть ему не пришло в голову, да, сказать в том, что, ну, ему не пришло в голову, что, блин, ей лучше не говорить, она сто процентов откликется. Она не такая. Вот. Понимаете? То есть либо это человек, которому на вас плевать вообще, я так не думаю, либо просто вот вы выстраиваете такой образ, что вам можно рассказать. Тоже вот, на это тоже нужно обратить внимание и поработать с этим. Вот. То есть как, ну, я бы предложил вам психотерапию, чтобы разобраться в себе. Вот. И мужчина тоже, если он готов посмотреть на это, как на проблему свою, то можно точно ему ее решить и отношения, в принципе, могут выстраиваться. Но если человек не считает это проблемой, то вам остается просто выработать вот свое отношение. Либо вы принимаете это, либо нет. И если вы это не принимаете, а мне кажется, что вы сейчас это не принимаете, но пытаетесь переубедить человека, вы говоря ему, что это ненормально. Для вас нет, для него да. Понимаете? То есть вы напоминаете, вы напоминаете здесь человека, который получил перспективу для себя что-то, что-то заиметь, вот, а теперь не хочет от этого отказываться. Пытается переубедить человека, перестроить его под себя. Вот. И опять это конфликт. То есть конфликт не в том, что мужчина думает так, а вы думаете так, а конфликт в том, что вы пытаетесь его переделать. Ну, с вашей стороны. Вопросом зачем? Зачем? На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.